Добрый вечер. Главные события, происходящие в мире, в ближайшие пару минут расскажу я, Асимжан Жузбаева. Бишкек замерзает после аварии на ТЭЦ. 60 тысяч квартир и 70% горожан остались без тепла и горячей воды. По информации кыргызских СМИ, в 3 часа ночи на теплоцентрале взорвался котел, после чего в старом здании начался пожар, потушить который удалось только спустя 2 часа. В результате пострадали пятеро сотрудников станции. Трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. На полное восстановление ТЭЦ уйдет от 5 до 7 дней, уточнили в МЧС. Отмечу в Бишкеке, в эти дни температура на улице опустилась до минус 9 градусов. Власти выясняют причины ЧП, не исключается диверсия. До вечера, дай бог, мы уже подадим теплую теплоту и, возможно, горячую воду подадим. Ну, у них такое будет тепло, но около больше 50 градусов. Договорительная информация, при взрыве кожи не повредились. К новостям в Европе. Французские фермеры начинают снимать блокаду Парижа. Они согласились пойти на это после того, как власти объявили новые меры поддержки. В частности, обещали выделить крестьянам финансовую помощь в 150 миллионов евро и снизить налоги на хозяйство. Премьер-министр Франции также заявил, что стремление к продовольственному суверенитету будет закреплено на законодательном уровне. Однако, если правительство не выполнит эти нормы, фермеры обещают вновь устроить блокаду столицы. Мы решили, что на данный момент, с учетом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий. Поэтому мы призываем наши местные представительства прекратить блокады и перейти к другой форме протестов. А в 11 аэропортах Германии тем временем масштабные забастовки. Отменено 1100 рейсов. Ситуация нарушила планы как минимум 200 тысяч граждан. 25 тысяч работников воздушных гаваней требуют повышения заработной платы. Профильный профсоюз Верди ведет переговоры с Федеральной ассоциацией компаний авиационной безопасности. Если стороны не договорятся, уже в ближайшие дни забастовка может возобновиться. Теперь мне придется 5 часов ехать на поезде, везти свой багаж самому. Интересы небольшого количества людей оказались важнее интересов тысяч пассажиров, многие из которых устали после ночных перелетов. В Флориде, США, упал самолет прямо на территорию парка жилых трейлеров. Точное число жертв пока неизвестно, но погибли по меньшей мере несколько человек. Инцидент был зафиксирован в городе Клируотер. Как отмечается, из-за крушения произошло возгорание нескольких автодомов. В местной пожарной службе сообщили, что есть жертвы как в самолете, так и в передвижном доме. Перед трагедией пилот сообщил об отказе двигателя. Самолет упал на один из домов в парке. Из-за крушения произошло возгорание, которое распространилось еще на 4 трейлера. Жильцы трех трейлеров смогли выбраться и не пострадали. Пилот погиб. Количество людей, находившихся на борту, неизвестно. На сегодня у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова